Грабли, лопаты и куча работы. Неделю молодежного служения добровольцы начали не с громких речей, а с больших дел. Убирали территорию парка Быхановсад в Липецке. Впрочем, в ближайшие дни в области не останется ни одного неубранного парка или сквера. Многие у меня спрашивают, зачем, зачем ты ходишь, за это же не плачут деньги. Просто хочется помочь городу, людям, всем окружающим просто безвозмездно. Неделя молодежного служения проводится в регионе восьмой год подряд. В регионе тысячи человек, готовых помогать безвозмездно. Чтобы не запутаться в таком количестве помощников, их работу уже официально разделяют по направлениям. Экологическое, социальное и инклюзивное. Последние презентовали сегодня. Помощь оказывают те, кому она, казалось бы, нужнее. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Возможно, они не могут убирать парки, но в их силах проводить мастер-классы для всех желающих. Сегодня они учили мастерить кукол и вышивать картины. И что очень важно, эти люди не закрываются в себе, а готовы дарить свои способности, свои таланты окружающим. Чему-то учить, чему-то показывать и даже иногда своим примером воспитывать подрастающее поколение. Именно поэтому такое направление выделено в отдельное направление. И люди с ограниченными возможностями здоровья готовы принимать участие. Пока одни мастерили, другие высаживали кусты сирени. Новую аллею посвятили 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи в октябре. Желающих попасть туда уже больше, чем свободных мест выбирать будут самых лучших. В том числе и в добровольчестве. В сегодняшнем мире это нужно, потому что молодежь должна заботиться как окружающей среде, так и о своем будущем. Ведь мы, по сути дела, строим свое будущее. Тем самым помогаем стране идти вперед. Идти вперед добровольцы региона будут всю неделю. До 17 апреля у них запланирована череда мероприятий. Молодые люди будут сдавать кровь, пропагандировать здоровый образ жизни, помогать пожилым и многое другое. Добровольческие отряды уже получили календарь добрых дел на неделю и трудовые книжки добровольцев. Впрочем, в них они будут отмечать свои дела не только на этой неделе, но и в течение года. Юлия Нечаева, Анатолий Гончаров, Липецкое время.